Мы должны были воссоединиться, должны были. Эсра сказала, что любит меня. Я подготовил для неё прекрасный сюрприз. Всё должно было быть замечательно. Но мне кажется, я слишком на неё давлю. Я буду терпеливее, Муса. Я буду терпеливее, потому что иначе совсем потеряю её. Да, я буду терпеливее и просто подожду. Я никуда не тороплюсь. Да, будь терпеливее, это хорошая тактика. Именно. Отличная тактика. А невестка не придёт в компанию? Она поехала к родителям. Придёт позже. Честно скажу, я по ней скучаю. Кстати, Эсра тебя не помнит и не узнает. Не обижайся, если она на тебя не посмотрит. Совсем не узнает? Совсем не узнает? Да, совсем, Муса. Аллах. Совсем не узнает. Как тут дела? Лучше об этом расскажи. Хорошо, хорошо. С тех пор, как ты вернулся, стало лучше. У нас сегодня днём встреча. Брэнд хочет в качестве модели Андрея. Ясно. Пусть будет Андрея. Мы ей уже позвонили. Андрея? Да. Андрея? Ну да. Эсра днём будет здесь. И? И как я не догадался. О чём ты не догадался? Ревность Эсры. Что? Кто самый ревнивый человек на свете? Эсра. Андрея? Эсра? Ози? Трейлер? Точно. Это ключ к воспоминаниям Эсры. Так она всё вспомнит. Точно вспомнит. Это ключ. Как хорошо. Точно-точно. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень браво. О чём мы говорили? О чём мы говорили? Что ты будешь терпеливее и подождёшь. Я не могу ждать. Спасибо. Ну и ну. И это наша компания? Эсра. Эсра Ханым. Добро пожаловать. Добрый день. Спасибо. Проходите. Спасибо. Здравствуйте, Эсра Ханым. Эсра Ханым, доброе утро. Здравствуйте, Эсра Ханым. Хорошего дня вам, Эсра Ханым. Спасибо. Азан. Эсра, привет. Привет. Нравится наша компания? Да, очень. Я думала, она поменьше, так что очень удивилась. Очень красиво. Ты ещё не осмотрелась как следует. Я тебе всё покажу. Привет, невестка. Ты должно быть Муса, да? Да, я Муса. Рад тебя видеть. Я тоже. Слышала, ты украл сердечко моей лучшей подруги. Да, есть такое. Ну, ладно, ладно, Муса. Возвращайся к работе. Всё помнишь? Да. Пойдём, Эсра, я тебя провожу. Смотри. Это наш конференц-зал. Азан, да это не компания, а целый микрорайон. Сколько у нас таких залов. Кстати, это ты кофемашину поставил? Нет, это не моя заслуга. Но ей можно пользоваться. Брат, Андреа пришла. Правда? Хорошо. Сходим, встретимся. Что за Андреа? Ну, Андреа модель. У неё здесь фотосессия. Можем пойти посмотреть. Хочешь? Хочу. Идём. Эсра, я слышала, что случилось. Поправляйся. Спасибо. Мы знакомы? Знакомы. Ози, я рада, что ты пришёл. Посмотришь на фотки? Хорошо. Хорошо, Андреа, посмотрим. Давай. Вот это очень хорошее, правда? Как думаешь? Да, красивое. А это? Очень красивое. Очень, очень хорошо. Правда. А вот это? Тоже неплохое. Андреа. Да? Я сейчас, Андреа. Секунду. Ничего не чувствуешь? А что? Не знаю. Может, злишься? Раздражаешься? Или ещё что-нибудь? Нет? Ничего? Ничего? Ничего. Посмотри-ка на неё ещё раз. Посмотри на Андреа. На её осанку, на шикарные волосы. Красота. Посмотри. Нет, ничего. Невестка, да ты сейчас должна просто на стенку лезть от злости и ревности. Как-то раз ты закрыла её в трейлере. Верно. Что? Я правда так сделала? Да, ты правда так сделала. А ещё разогнала всю съёмочную группу и оставила её одну. Ты закрыла её. Я её закрыла? Ози, она меня специально закрыла? Нет, нет, Андреа. Подожди. Ты не помнишь? О, Аллах, зачем мне так делать? Андреа очень красивая, а ещё у неё классный акцент. Андреа, назови его ещё раз, так мне понравилось. Ози? Ага, ещё разок. Ози. Ози. Ясно. Ещё разок, значит, да? Обычно я так не делаю, но... Теперь ты понял, Муса. Мне жаль, брат. Я даже и не думал, что, ну... Ей правда, как будто на тебя всё равно. Но в этом есть и свои плюсы. Помнишь, ты про ревность говорил? Про её плохое качество. И теперь никакой ревности. Муса. Что? Помолчи. А то я начну считать. Ладно. Отчасти ты прав. Послушай, Муса, Эсри и правда на меня наплевать. Она же моя жена, понимаешь? Ты же знаешь, как бы она себя повела. Ози. Даже на Ози не разозлилась. Хорошо. Хорошо, брат. Вот что мы сделаем. Ну? Меняем план. Бьём тревогу. Нужно встретиться с Эко. Один ты точно не справишься. Ни за что. Да. Ты прав. Встретимся. Встретимся. Да. Она больше не ревнует. Представляешь? Эсра перестала ревновать. Если сегодня не поругаемся, это конец. Конец, брат. Я думаю, он против нас. Я говорю правду, Эко. Ставил в сердце нож, а теперь проворачиваешь, да? Эко, послушай, я ваш друг. Я же вижу. Друг познаётся в беде. О чём это ты? У нас проблемы. А ты? А я говорю, всё как есть. Расслабься. Держи себя в руках. Тогда скажи мне. Скажи. Извините. Вот ты настаиваешь на том, что говоришь правду. А что, если нет? Ничего не понимаю. Я всё по глазам видел. Эсра на неё не злится. Что? Подожди-ка, ты позвала Андреа на ужин? Да, а что в этом такого? Послушай, но разве тебе это не кажется странным? О, Аллах, а что в этом странного? Чего вы от меня хотите? Чтобы я ревновала? Ну, можно было бы и поревновать. Может, ты ещё и наедине их хочешь оставить за столиком? Если ты так сделаешь, она отберёт у тебя Азана. Нет, Зино. Но моему брату никто, кроме Эсры, не интересен. Правда? Конечно. Даже если ты и права, Элиф, нельзя вот так расслабляться. Но я не чувствую никакой ревности. Нет. Нет. Я смотрю Эсры в глаза и не вижу огня. Она как будто бы мимо меня смотрит. Я вам говорил уже? Или нет? Уже семнадцать раз потеря памяти заразительна. Надо было его к девчонкам отправить. Брат, ну нельзя же так. Помолчи, Муса. Да, брат, она не помнит, но она не ушла. Она очень старается. Она любит тебя. Очень сильно. И ты тоже её любишь. Мы все это видим. Вы влюблены. А у меня не так. Не начинай, Эко. Не надо. Элиф тоже тебя любит. Я это точно знаю. Прости, я был занят своими проблемами. Я поговорю с Элиф. Слышишь? Так что не переживай. Не надо. Разговорами делу не поможешь. Никак. Элиф уже всё решила. Она приняла решение и... И пусть расцветает без меня. Я ей буду только мешать. Так не пойдёт, Эко. Не пойдёт. Должен же быть какой-то способ. Я что-нибудь придумаю. Не волнуйся. Нет никакого способа. Всё кончено. Элиф, да что с тобой такое? Вы же любите друг друга. Что случилось? Это она или ты память потеряла? Зейно, может, хватит об этом? Я всё сделала правильно. Элиф, я не знаю, что между вами произошло. Но я вижу, что ты очень расстроена. Мне кажется, тебе жаль, что так вышло. Давайте не будем обо мне. Куда важнее то, как ты себя чувствуешь. Брат, вот что, скажи. Важно ли то, что люди переживают? Или это ни на что вообще не влияет? И те люди, которым суждено полюбить друг друга, в итоге, в любом случае, будут вместе. Привет. 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 Азан, ты в порядке? В порядке. С ребятами просто немного посидели. Ладно, пойду спать. Нет, нет, нет. Иди ко мне. Я тебе помогу. Дай руку. Идём. Аккуратно. Идём. Медленно. Сейчас будут ступеньки. Будем подниматься. Аккуратно. Смотри под ноги. Я и так всё делаю аккуратно. Идём. Давай, идём. Тише, тише. Аккуратно. Давай. Давай, Азан. Почти пришли. Хорошо. Аккуратно. Вот так. Ты в порядке? Что-нибудь принести? Я так больше не могу. Я многое могу пережить, но это мне даётся сложнее всего. Ты смотришь на меня, как на незнакомца. Лучше бы мы ругались и ссорились. Не смотри на меня так. Эсра. Азан. Как будто я исчез. Исчезно совсем. Знаешь, как мне тяжело. Я не могу повернуть время вспять. Я лишь хочу, чтобы ты любила меня. Тебе пора спать. Спокойной ночи. Почему она не работает? Может, сюда нажать? Вот на эту? Нет, опять не та кнопка. Кофе. Тебе помочь? Помоги, пожалуйста. Я опять запуталась. Тут всего три кнопки, но... Смотри. Вот эта кнопка. Точно. Верхняя не для этого. Я почти додумалась. Вот. Спасибо. Эсра. Я... Прости меня за вчерашнее. Я не смог сдержаться, извини. Все нормально. Все нормально. Азан, на самом деле, я и сама хотела с тобой поговорить. Я все никак не могу вспомнить. Я пытаюсь, но не могу. Я знаю. Прости, я слишком на тебя давлю. Азан, дай договорить. Да, я очень многое не помню. Но что делать? Я не знаю. Но я уверена, что мы можем начать все заново. Может, так будет даже лучше. Не знаю, что и сказать. Да, конечно. Почему нет? Хорошо. Давай что-нибудь приготовим вместе. Мы готовили раньше? Редко. Ну, значит, сейчас самое время начать. Хорошо. Давай что-нибудь приготовим. Значит, сегодня готовим вместе. Договорились. Все, коллеги. Спасибо за работу. До свидания, Азанбей. До свидания, Мусабей. Удачи, увидимся. Увидимся. Что случилось? Откуда такая улыбка? Ну, Эсра предложила начать все сначала. В смысле? Сказала, что раз уж она потеряла все воспоминания, самое время создавать новые. Эсра Ханым, как всегда, молодец. Отлично, брат. Может, так к ней, наконец, вернется ее память. Да, Муса, точно. Я волнуюсь, как перед первым свиданием. Очень, очень хочу снова ее удивить. Зино, не нужно спешить. Мы решили начать все заново. Нам нужно снова друг к другу привыкнуть. Я буду стараться изо всех сил. Но я пока тебе ничего не обещаю. Конечно, дорогая, не надо никаких обещаний. Это уже что-то. Посмотрим, вернутся ли ко мне прежние чувства. Вернуться, вернуться. Как это ты уезжаешь, Элиф? Куда ты собралась ехать одна? Я уже решила. Мне очень скучно, нужно сменить обстановку. Элиф, сестренка, послушай. Не надо врать. У тебя не получается. Ты можешь обмануть кого угодно, но не меня. Давай, рассказывай, в чем проблема? Братец, да нет никакой проблемы. Мы с Эко слишком разные. Он просто мне не подходит. Понимаю, я поздно это поняла, но лучше поздно, чем никогда. Ясно. Ты хочешь сказать, что больше не любишь Экрема. Я тебя правильно понял? Ты что, думаешь, я не видел, как вам хорошо вместе? Элиф, ты что, чтобы я в это поверил? Прошу, брат, поверь мне. Дело и правда в этом. Я все уже решила. Мне нужно идти. Не говори об этом маме, хорошо? Я хочу сама ей обо всем рассказать. Подожди, в чем дело? Братец, все, хватит. Увидимся. Элиф, 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 Начнем сначала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Расскажешь мне кое-что? Где был наш первый поцелуй? Хочешь узнать? Да, очень. Идем. Азан, какая красота! Нравится? Какие цветы! Мы ходили сюда за свадебным букетом. Тебе очень понравились, маргаритки. И пока ты меня ждала, я пошел и купил их тебе. Понятно. Ты была счастлива. Ты очень обрадовалась этим цветочком. А потом я уже не мог удержаться. я собрался, закрыл глаза, а затем поцеловал тебя. что ты мог удержаться, Азамбей, здравствуйте. Здравствуй. Маргаритки? Маргаритки. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.